всех приветствую мои родные любимые сердце вам дорогие веганы христолюбчики и все кто попал на это видео всем желаю всего самого доброго в вашей жизни ну что у нас сегодня шестой вопрос или оправдание людей не желающих становиться веганами желающих убивать продолжать убивать беззащитных животных ради пожираниях трупов ради медицинских опытов типа лекарств которыми якобы потом вылечиться ради их шкурки ради до того чтобы поглазеть на их страдания где-нибудь в цирках каких-нибудь зоопарках и так далее да ради всего того чего без чего человек может и так обойтись когда у него на весах жизнь и собственно жизнь другого живого существа и собственная похоть удовольствие и так шестое оправдание или вопрос следующим образом звучит убийство и поедание животных неотъемлема часть нашей культуры и традиции мы убивали и ели животных тысячи лет я читаю вам тексты некого эда землянина проповедника веганства из великобритании ну и сам дополняю своими мыслями как веган христианин да это так пишет однако несмотря на то что потребление животных продуктов может иметь глубокие корни в нашей культуре и традициях можем ли мы морально оправдывать этим убийство и поедание животных как вопрос это ставит как всегда хорошо правильно ну и он обычно слово любовь добро святость заменяет так как он человек нерелигиозный на слово мораль кто-то заменяет это на слово этика у нас много слов уже в мире которые зачастую просто об одном и том же говорят для начала хорошо бы применить эту же логику к ситуации с людьми вот это не будучи религиозным человеком хотя безусловно он мог читать и евангелие дам библию он оперирует всегда к простому закону жизни которую который есть бог потому что бог есть истина истины то что есть и вселенское золотое правило морали раз уж эту так нравится это слово или тоже на русский так перевели может быть он английском имеет виду что-то другое но смысл один и тот же и всем известная формулировка такая есть по крайней мере на русском языке это звучит золотое правило морали кто называет законом жизни законом вселенной сутью бытия это поступать в мире с окружающим тебя миром неважно какая природа животные люди так как ты хочешь что поступали с тобой ну естественно наоборот не делать окружающим тебя миру неважно какой он природа будь то животные люди не поступать и не делать окружающим тебя миру то что ты не хочешь чтобы мир вернул тебе обратно до любить все вокруг ближнего ближняя тот кто на расстоянии нашего взора нашего слуха наших ручек до кого можем тянуться любить этого ближнего все что нас окружает все что близко нам рядом с нами так как мы любим самого себя мы же не хотим себе зла хотим добра вот так мы должны поступать в этом мире именно к этому закону жизни и оперируют время от именно поэтому на его стороне правда самая настоящая правда и истины неважно кем он все называют христианином не христианином простым человеком никакой религиозной конфессии не относящийся он правильно оперирует бог в его сердце знаете ли вы что женское обрезание является давней традиции вы знаете я знаю однако это не делает подобную практику оправданной кто не знает и не знаком с этом если вам скучно не охота об этом читать или какие-нибудь типа моих скучные проповеди слушать посмотрите художественный фильм на основе документальной истории с документальных событий как это говорят история реальной жизни а некой модели из африки ребенка и завтрак и ставший известной моделью цветок пустыни очень рекомендую он в интернете он даже на ю тубе есть вот но я думаю что вы когда его по названию которую я вам озвучил наберете в поисковике вы его найдете цветок пустынь и посмотрите если там бог если там добро вот в этом женском обрезание что делают с женщинами так называемые святые религиозники по придуманным законам божьим не по естественному закону поступать другими так как ты хочешь то поступали с тобой а по придуманным религиозным бред ним тупых фанатиков по-другому не скажешь более того в некоторых культурах принято считать женщин людьми второго сорта истина так а а афроамериканцев разве не считали до недавних временных времени людьми второго сорта в той же самой америке англии европе разве нет а разве в индии нету не просто социального разделения кто знает индия это забыл что-то слово кастовое разделение не все знаете и индия такая страна там тайны индии вы узнаете про индию получишь в ней до сих пор в 2021 году третьего тысячелетия от рождества христова который идет уже до сих пор кастовое разделение население касты разделение от когда есть низший уровень чуть чуть повыше чуть 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 там я не помню сколько у них реально там каст таких и люди из одной касты других особенно уж сами понимать про саму нишу это вообще животные для особенно высших до сих пор и жизнь индия живет по этому мировоззрению основная масса людей и не мог отказаться от этого так что это правда становится становится истиной разве те кто там наверху не понимают что это такие же люди люди в грехах у них помрачается все мозги каменеет сердце тупеет ум они ничего уже не понимают ничего не слышишь ничего не видят ничего не ощущают как вы считаете такое отношение можно считать морально обоснованным только потому что это древняя традиция часть культуры а вы спросите вот у этих кто находится на этих низших ступенях они считают это истиной нет они вам скажут мы не хотим не такие женщина вам любая сказать что она тоже человек такая же как мужчина любой раб афроамериканец чернокожий человек краснокожий желтокожий белокожий может быть наоборот там скоро на афроамериканцы наоборот будут с поднятым носом кверху там порабощать других людей да потому что рабы никогда не хотят просто стать свободными рабы хотят стать на место своих господ древняя еще мудрость к сожалению высказаны на основе правде же правды жизни так это может быть истинный только потому что это просто есть тысячи лет нет а как насчет ежегодно кровавых бойни дельфинов японской бухте ну вы уже заметили это вспоминает все время о современных некоторых традициях вот про это японскую бухту где дельфинов бедных забивают где ежегодного масса убийства гринд на форельских на фарьерских островах праздники в китае где там собак десятками тысячами десятками тысяч просто забивают кошек там да но если нет морального оправдания убийству гринд дельфинов собак и кошек даже несмотря на то что эта часть культуры разве мы можем оправдать убийство коров но и он естественно говорит смотрите мы то вот в другой культуре и мы имеем вправе и даже судим реально осуждаем эти действия хотя в другой культуре считает нормой но мы на основании внутреннего закона какого он всегда говорит поставьте себя на это место о чем говорил сюда иисус и когда христиане меня слушают и не хотят каяться я просто удивляюсь вам ли не открыт этот закон не вас ли учил иисус вы услышали то что хотели услышать ленивую веру о спасении по вере веру во спасение по вере это такая туфта который надо был только додуматься придумать но вы в это верите и в завязаны мешочки катитесь в ад человек спасается не веру о святой жизнью и неважно кто ты вообще христианин или нет иисус сказал всякая хула человеку проститься даже хула на духа святого даже хула на сына человеческого не проститься хула на духа истины на дух святого вот это благовестник истины о любви к животным на стороне истины вы христиане не веганы вы все дети дьявола вы все противники духа святого и вам никто это не простит бог никого не прощает и никого не наказывает вы тот кто вы есть в какое небесное царство попадете там будут животные которых мы здесь якобы так любим нет вас любят вся скотина боится вы кровожадные убийцы не способны совладать с похотью чрева и своего своей гортани ненасытный вот и все вы будете там где вы будьте в пустыне где нет никого это будет от в котором никого нет кроме вас одних любимых и будете сами пожирать как иисус сказал кусать себе локти вы же без мяса жить не можете ну и сожрете самих себе будьте сначала себе ноги руки обгладывать или что а как же без мяса жить будет конечно можно верить в эту сатанинскую чепуху якобы бог потом вам даст другой природы уже не будете хотеть мясо или нуждаться в нем вы сейчас не нуждайтесь вы просто рабы своей похоти вот и все вас без обманул поймал свои сети да и вы в них живете и живете вы уже здесь воду этот от вкусите в по в полной силе когда попадете туда воочию а как насчет ежегодно кровавой бойни дельфинов японской бухни лишь годного масса убийства грин так мы с вами прочитали да дело в том что традиции культура зачастую делают нас заложниками ошибок прошлого прогресс общества всегда происходит благодаря осознанию причины последствий наших действий когда мы задаем себе вопрос какой были ли наши действия приемлемыми это красавчик все правильно озвучивает обычное простое логическое мышление здравого умного человека а для христианина а для человека религиозного верящего что бог есть он есть любовь алчущего и жаждущего правды который задумывается а эти действия вообще это добро или зло а я же вижу есть глаза чтобы видеть уши чтобы слышать руки чтобы чувствовать вы когда свинью там держите четыре здоровых лба и она вырывается у вас вас что в мозге ничего не шевелится что она умирать не хочет конечно все шевелится знаете что она не хочет умирать но вы убиваете ради собственной похоти потребление животных продуктов эксплуатации животных в целом не имеет морального оправдания тот факт что мы поступали так многие годы что эта часть нашей культуры наших традиций не делают автоматически наши действия морально оправданными истинно то нам необходимо анализировать свои действия и поступки как всего нашего общества в целом так и свои ежедневные действия слушайте какой хороший человек этот от ох религиозники вам бы его услышать вы там сколько своих монахов перечитывайте а каждодневном покаяние да встать вечером на колени встаньте действительно и подумайте вот это вот что вытворяете с животными которым мы от на земле устроили так скажем девиз или цитаты ко всем ко всей этой серии моей которую я назвал я не веган потому что у эда называется оправдание да я он как землянин что мы все одни а у меня другой баннер вы в конце опять увидите да о том что да ладно мне и сейчас не жалко вам показать вот может впервые на роль попал о том что если бы у животных была религия которых их не было нет и не будет но если бы это подумать то человек уже сегодня на самом деле без всякой религии для них является дьявол но если бы был именно человек и является дьяволом и бесами которых там мучают убивают прежде поймав изнасиловав и изуродовав всю их не душу и тело вот кто вы есть то вы бесы самые настоящие и вы получите в следующей жизни как это любит там или в небесном царстве только вы ни в какой небесный царь не поймете в ад и получите там то что вы сеяли вы все что в этой жизни собственными руками создали вы от всего этого пожнете свои плоды нам необходимо анализировать свои действия ежедневно да этот надо раз просто избавиться и все да и задайте себе один вопрос имеют ли действия вот эти мои моральное оправдание можно ли культуры оправдать какие-либо действия то слово культура да но кто знает его происхождение дай подле неизвестно то ли от слова культ да то ли от слова действительно культурный разве женское обрезание может считаться морально приемлем только потому что это часть культуры это ужасная традиция да кто знает что делают женщинами он опять к этому возвращается разве убийство собак можно считать морально приемлем только потому что это древняя традиция на этом я почти заканчивает мое тоже обращение я специально пользуюсь текстами и да они более рассчитаны на такую не религиозную широкую публику он больше взывает в принципе понятно все мы люди и творение одного бога и в принципе он оперирует этим простым законом жизни поступать другим так как ты хочешь то поступали с тобой но все таки дальше я его тексты расширил и сейчас я хочу чтобы меня услышали люди хоть когда-то читавшие библию которые исповедую более того возможно называют себя христианами и поэтому следующая череда вопросов которые я задам который не задавал это своих текстах своих книгах своих роликах уже озвучу я вам веган христолюб разве убийстве хочу чтобы внимательно навострили свои ушки открыли свои глазки включили свои мозги немножко растеребили свое каменное сердце разве убийство каином авеля дает нам право убивать родных и близких из зависти или еще какой-либо страсти давайте еще раз напомним себе точнее я вам ну и вы себе как с чего начинался наш сегодняшнее оправдание что раз это кто-то делал наши предки и это стало частью культуры и традиции это является оправданием злодеяний я для религиозных людей хочу провести аналогию самого начала творения мира с первых людей каин убивает авеля что убийство каина авелям дает на право убивать родных и близких из зависти или еще какой-либо страсти это же глупо так утверждать ну что что кто-то это делает разве бог вы не знаете продолжение истории я вам напомню уже своими словами меня длинные ролики видите я хочу темы всегда раскрыть полноценно ведь что должно было быть случиться с каином разве бог не взывает каину не делать этого и не убивать своего брата взывает он услышать нет убивает да бог полагает закон кровной мести который царит во всех народах и временах и традициях многих поколений я гринарных всех народов всю жизнь была кровная месть от начала вот от первого сотворения первых людей но бог попускает это разрешает это не нет мы читаем в его дальше в книге бытие что бог положил как бы даже некое знамение и дал как бы предупреждение такой людям на самом деле то в сердцах людей бог говорит сердце каждого человека бог никогда не писал никаких бумажек от начала творения мира никогда не делал этого явившись воплоти воплоти под всем известным именем иисуса христа это все в сердце человека бог полагает некое знамение чтобы никто не убивал каина чтобы не мстил ему хотя он совершил одно из страшнейших преступлений прекращение жизни до даруем и только богом мы не можем дать жизнь даже наш там где-то рождение это лишь иллюзия если бог закроет чрево ты хоть хоть что делай мы лишь воспитатели мы лишь посредники но мы не властны над собой этот закон работает нет уже ламех убивает потом и каина кто знает всю эту историю разве это все вот эти злодеяния каин убивает алю ламех убивает каина и потом доходит до того что перед всемирным потопом бог дает определению тому человечеству которая расплодилась по земле что всякое помышление суть зло от юности его вот что стало с людьми всякое помышление просто от на земле каждый рвет ближнего своего мы что этого хотим так это истина или это зло к чему она докатывается разве убийство каина авеля дает нам всем право творить бесконечные войны убивает друг друга из-за того что кто-то не такой как мы ли или у него есть то чего нам хочется взять вот это убийство каина мавеля я ведь я немножко я разжевываю он же брат убил можем у тебя родственника брат просто так убить сестру маму папу дядю стёпу кого угодно да только потому что ну мне просто что-то ну как вот он мне на мозоль на больную надавил на завистливую можем нет хорошо всех остальных людей ну убил да убил тем более уж и за а там я взять что-то хочу смотри у него есть то что меня на чем все войны основаны возьми пойди ты сильнее он слабее все все войны на этом нет никаких там отечественных войн там защита родины все это чепуха это все людей просто стравливали там наверху ссорились и всегда стравливали а чтобы за них кто-то снизу пошел горлево все что там ваша давайте возьмем и все шли брать разве убийство людей фашистами давайте ближе к теме да и специально как вот и и от приводит реальные примеры тоже знаете все говорю мои проповеди не праздные они все связаны с жизни очень легко проанализировать хорошо к и навели лет там далеко всем известно вторая мировая война всем известен так называемый фашизм разве убийство людей фашистами разных национальностей можете передать их национальным потомкам право убивать всех вокруг я надеюсь вы услышали что я хочу донести что я написал это я уже вот этого текста сам просто дополнил такими какими-то примерами которые мне в голову просто пришли чтобы хоть как-то растопить ваши сердца оледеневшие просто фашисты были не только немцы самый крупный союзник была италия с римской до католической церкви можно сказать во главе на который благословлял этих фашистов и ничего им против не говорил муссолини там все чуть ли с папой не в десна долбился так разве эти национальные потомки возьмем неважно германию возьмем хорошо немецкие фашисты вот они вот это все вытворяли хорошо это дает им право теперь взять опять это 2 3 10 раз новую там третью мировую чту и опять идти всех резать только потому что но наши же предки делали что за логика это вообще оправдание и это тупость просто просто я говорю я вообще когда ролики пишу вот проповедую свет и все время думаю как еще свет назвать если он уже назван цветом добро есть добро любовь есть любовь радость есть радость доброе дело которое проявляет мой внутреннюю сочность которая есть любовь радует объект моей любви все если мое злое дело приносит страдания или смерть проявляемую сущность дьявольскую ненависть все это зло как все понятно мы люди настолько отупели настолько окаменели сердцами что мы не понимаем вообще что такое добро что такое зло где левая где правая рука что свет что тьму боль там мы понимая называем все противоположными вещами дальше возвращаемся к библии до разве ритуальные убийства собственных детей и взрослых людей вплоть до родственников принося их в жертву идолам и ложным богам творимый людьми от начала сотворения мира по всей земле и всеми народами могут ли продолжаться до последних времен слушайте я там слышал да мы там там вот эти славяна славяне ли кто-нибудь там на сути там в россии славянит эти вот эти все да нет наши там никуда не приносили ничего там перу на не было или там все это не так поняток все приносили все приносили евреи не приносили приносили свои собственные детей сжигали об этом самом писании написано псалмах написано в книгах написано судей царств второзаконий все написано в пророках написано. Собственных детей сжигали, как и другие народы. Ничем там этот святой народ, якобы божий, не отличался от всех остальных народов. Своих собственных детей сжигали в жертву идолам. Новорожденных даже. Это что? Это дает право мне, это часть культуры. Это тоже становилось частью культуры. Жертву. Что там? Там вообще самые высшие, так называемые, затронутые материи. Бог, жертвы, все. Куда еще выше-то? И это становилось, естественно, там в обязаловку что-то. Разве это может теперь продолжаться? Или мы можем сказать, что это было хорошо? Что это сейчас хорошо? И что так надо делать дальше? Нет. Я уж сейчас говорю, молчу, что все это к себе применить-то. Разве ритуальные убийства всех ветхозаветных пророков, а они именно такими были во имя Бога, и праведников дало право иудеям-евреям убивать Иисуса Христа? Иисус им прямо говорил, что вы строите гробницы пророкам, да, хотя сами участвуете во грехах отцов их, которые убили этих пророков. Ну, вы чувствуете якобы пророков. Хотя сейчас, когда к вам в ваше время приходит пророк, вы его точно так же забиваете. Но говорите, мы не участны в грехах отцов. Как же? Участны. Ну, разве то, что ваши отцы забивали этих пророков? Более того, вы говорите, якобы отцы были неправы. Вот мы памятник-то строим пророку. Да, только когда этот пророк в ваше время приходит и обличает ваше беззаконие, типа вот такого вот христолюба-вегана, вы готовы задолбить его камнями, свидетельствуя себе, что вы бы точно так же забили Христа, вы точно так же забили всех пророков и праведников, которые обличают вас в грехах. И разве предыдущее беззаконие предков дает вам право сегодня творить зло? Вы что, остаетесь невиновными, что ли, остановитесь от этого? Нет. Разве грех перестает быть грехом от того, что кто-то его в прошлом совершил? Даже если кто-то этот грех назвал еще и добром потом. Иудеи, какая-то часть евреев, потому что не каждый еврей, иудей, да, до сих пор говорят, правильно отцы наши убили Христа. Да кем бы он ни был, даже если бы он был лжецом самым настоящим, разве нормальный человек будет другого человека издеваться и прибивать его ко Христу? Ко Христу. Это же люди, потерявшие просто всякий человеческий образ, не говоря уже о божественной сущности. Разве предыдущий грех предков дает мне право и решает меня ответственности, дает мне индульгенцию на грех? Нет, конечно. Разве убийство Иисуса Христа дало иудеям, евреям и другим народам, по примеру всех этих событий, право убивать и всех его учеников, первым убитым из которых после Иисуса Христа их беззакония не закончились, первым у кого они побивают камнями – это Стефан. За то, что он опять же продолжал дело Иисуса и обличал евреев, в частности иудеев, особенно в частности начальников всех этих слепых вождей слепых, пастухов, сожравших мозги и сердца собственных овец, они его забили до смерти. Разве убийство Иисуса дало им право дальше творить беззаконие? Это же традиция, реально традиция всех народов – брать, побивать пророков и праведников. Реально, традиция и культура. Их предки делают, они делают, и будущее поколение делают, и будут делать. Иудеи и евреи, весь народ не зря орал, когда Пилат умыл руки якобы, но правда это его внешнее формальное умытие не смывает с него того греха, который он совершил, осудив Иисуса и позволив его убить. Но при этом толпа, которая орала, она орала пророческие слова «кровь его, грех его» на нас и на детях наших. То есть и наши дети будут заниматься тем же самым, что и мы. Потому что они тоже тук-тук откройте, они тоже будут поступать, потому что мы поступали так же, и нам все до лампочки, и мы верим в ложь, что нам за это ничего не будет. Разве убийство Иисуса Христа и его учеников дало право католикам, православным, протестантам, творя святые инквизиции? Кто не в курсе, а то очень любит забывать про протестантов, узнайте, чем они занимались после того, как они появились. Убивать христиан и обычных людей, не исповедующих их псевдохристианские доктрины. Чем занималось православие? Чем занималось католичество, некогда быв одной сектой тысячу лет? Чем они занимались? В третьем веке, узнайте. В четвертом веке, в пятом веке, в шестом, в седьмом, в восьмом, в девятом, в десятом, после разделения, чем каждая из них занималась? Чем занялись протестанты, когда разделились от католиков? Чем занимались старобрядцы, разделившись с православными, так называемыми? Хотя это были одни и те же люди. Они друг друга убивали. Все во имя Господа, во имя Иисуса Христа. А на самом деле, они и становились этими палачами Иисуса Христа. Разве им это давало право? А они считали, что давали. Вот по таким лживым убеждениям. Мне иногда говорят, ну как и многим веганам, чего вы там за животных? Вон у нас типа людей тут не щадят. Правильно. А одно другое ничего не отменяет. Не щадишь человека, не щадишь животное. Не щадишь животное, не пощадишь человека. И наоборот, человек, который щадит животное, он и к человеку милостивый. А уж милостивый к человеку нормальный, здравый человек, тем более будет милостив к животному. Тут абсолютная цепочка и то, и то. Да, бывает, как фашисты любили там животных, домашних, но убивали людей. Ну, такое может быть. Безумие человека может быть. Он делит, да, на левых и правых. Я поэтому отнес их сразу к той группе. Если уж просто я крайности взял. А есть, да, вот эти гибриды. Я чуть-чуть злой или чуть-чуть добрый. Невеста Христова, она без Христа и пороха. Святой человек, добрый человек. Как Иисус сказал, ближнему сотворил, мне сотворил доброе дело. Все восстанут, когда все пожнут то, что сеют. Это о людях. Теперь к животным переходим. У меня есть серия роликов, она в этом же плейлисте, вот на котором, в котором будет этот ролик, который называется «Веган во Христе» или «Пост постоянства в любви». Посмотрите, пожалуйста, ролики. Здесь, кому интересна эта страница, на моем сайте, авторском, ответы на вопросы о веганстве. Тут вот есть прямые ссылки. Почитайте и узнайте наконец-то, что же на самом деле сделал Адама с Евой. Перестаньте находиться в этой глупости, ну, мягко скажем, это мягко скажем, в младенстве во Христе, если вы вообще родились в нем. Если вы вообще рождены от Бога, от Духа Святого. Кто рожден от Духа Святого, не мыслит зла. Любовь не причиняет ближнему зла. Любовь не может видеть страданий любого живого существа. Если в вас этого нету, тем более даже если вы младенцы во Христе, Иисус говорил, будьте как дети. Разве ребенок будет убивать, чем заниматься тем, чем занимаются взрослые люди в мире? Нет, конечно. Он будет на этих скотобойнях каждый день резать глотки животным, которые кричат, визжат и вырываются? Нет, конечно. Станьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Все мы, как Павел писал, должны достигнуть совершеннолетия, совершенного Христового возраста. Христос был веганом, если хотите, современным словом. Это Бог явившись во плоти, который не мог убивать, насиловать свое творение, которому сам дал глаза, уши, нервную систему, чувства, сердце. Только конченые идиоты это проповедуют, не познавшие Бога, не знающего ни Духа Святого, ничего от Него не имеющие. Ева с Адамом первый вносит смерть в мир. Каким образом? Срывая яблочко с дерева, убивая животное. Больше убить некого было, кроме такой же живой души, и пожирают его труп. Это был первый грех человечества. Именно поэтому Ева, убив его, и от Бога воспитывается противоположным чем? Наказанием. Каким? Дает жизнь в скорбях и болезнях. В противовес тому, как она эту жизнь забрала. Безжалостно убивая свою жертву. Именно поэтому речь вообще идет о плоде и питании. Потому что они сожрали этот труп. Именно поэтому Адам, не спросив ее, что это такое за ужасная вонючая плоть, откуда ты взялась, этого на земле не растет и не падает с деревьев. Именно потому что он не стал разбираться, а сам сожрал это все и стал дальше потом вместе с Евой все это творить. Именно поэтому теперь Адам в крови и поте питаются от скудных плодов земли, потому что они убили дитя земли, ибо земля производит все животные души живые, и пролитая на нее кровь на ее мать выпьет к Богу. Так разве этот первый нераскаянный грех убийства живого чувствующего существа и пожирание его трупа, совершенного Адамом с Евой, будучи прародителями всех человеков, от которого сами стали смертны, ибо каждый пожинает то, что сеет, дает всем нам, их потомкам, право губить все чувствующие живые души, сотворенные Богом для разделения с человеком радости блага бытия. Я иногда люблю писать предложения, типа как апостол Павел по полобзаца. Но смысл, я надеюсь, вы услышали. Если нет, обратитесь к этим текстам, почитайте еще раз. Разве нераскаянный грех Адама с Евой, вот этот вообще поступок убийства живого существа, чего не было в раю? Бог создал идеальный мир, это мир абсолютной любви и добра. Это живые чувствующие души, написано души живые, точно такой же души живыми является человек. У них есть глаза, у них есть уши, которыми они слышат, глаза, которыми они видят, тело, через которое они все ощущают. У них есть нервная система, которая все это доносит до мозгов и сердца, и у них есть то, что внутри есть, что это, как и все мы с вами, анализируем, и мы либо испытываем радость, либо страдание. Где Бог дал право человеку убивать кого-то и причинять страдания? Не был ли, наоборот, дана заповедь не творить зла? Разве это их не грех, поступок «все, теперь дал нам право», Бог что, изменяем? Бог что, в раю был любовью, а потом стал дьяволом, который разрешил людям убивать животное? Нет, конечно. Разве не желание Адама с Евой раскаяться в совершении этого страшного злодеяния? Обвинение Бога во всех своих грехах, несмотря на все призывы и уговоры Бога к покаянию, дает нам право продолжать убивать Божие творения, одаренные от Него живыми, чувствующими душой и телом? Вы что, Библию никогда не читали? Мне к религиозникам все время вопрос. Разве Бог одобрил этот поступок? Не Бог ли пытался вернуть их, впервые призвав их к покаянию, вернуть их на путь истины? Разве не было этого? Разве не каждого допросил Бог? Что ты делаешь? Зачем ты это сделал? Разве Адам с Евой покаялись? Нет, они закоснели во зле. Они сказали, отойди от нас, ты сам во всем виноват. Ты во всем виноват. Чем занимают современные люди? Все на Бога валит. Это Бог разрешил. Бог такую нам природу дал. Бог разрешил Ной. Ничего Бог Ной не разрешал. Сейчас мы до Ной тоже доберемся. Вы занимаетесь тем же, в вас живет первородный грех. В какое небесное царство вы собрались, псевдо-христиане, католики, православные, протестанты и же с ними? Вы от первородного греха отмыться не можете. Они убили, и вы продолжаете нещадно убивать. Более того, вы весь свой кровавый грех, вы еще в этом мажете Бога. Где вы будете пребывать в смерти? Сеющий смерть от смерти пожнет в тленье. А сеющий в жизнь, тот, кто защищает жизнь, от жизни и пожнет жизнь вечную. Разве их нежелание и непокаяние дает нам право убивать кого-то? Разве убийство животных Авелем якобы в угоду Богу, наученных так своими нераскаившимися, глупыми, бессердечными родителями Адама и Сьевы, дает нам право поступать так же и продолжать грешить, убивать животных? Слушайте, Адам с Евой сам начинает убивать этих животных, пожирать их трупы. Бог взывает к покаянию, а они не каются, они остаются в этом зле. Бог начинает их учить жизни, они становятся естественно смертны, болезненны и тленны. Чему они учат своих детей? Бог нехороший, Богу нужны эти жертвы, чтобы нам... А на самом деле, знаете, еще был такой якобы святой, три столетия потом его в еретики записали, в ортодоксии, а это общий святой православных католиков. Да что ж у меня уже имя-то выскочило. На самом деле он учитель всех, там этих Васильев, Великих, Нилов. Да что ж я забыл-то, как вот... Ну ладно, не суть. Вот он тогда писал, я помню, у него тоже был, но правда он сам такой себе, да, святоша даже тогда. Но он сказал правильную мысль. Жертвоприношение было придумано для оправдания греха. Абсолютно совершенная и истинная мысль. Адам с Евой именно этим и занялись. Жертвоприношение было придумано, чтобы оправдать свой грех. Убийство животного ради пожирания его уже разлагающейся плоти. Это же падаль. Вы едите трупятину, через час, в который заводятся просто черви. Опарыши и прочие органика. Но уже своим детям они внушают, что это благое дело еще. Ну а как же, никто себя никогда негодяем не назовет. Посмотрите на всех, посмотрите на протестантов. Мы святоши. Где же вы святоши, вы беззаконие целыми днями творите? Ну как себе признаться, как другим? Я бог, я агнец непорочный, а бог дьявол. Это ему все нужно. Это ему все нужно. Бог этому учил в раю? Нет. Даже те, кто называют себя христианами, настолько тупы, что не видят, что бог не создавал этот мир. Человек первый грешит. И потом все зло, которое приписывают богу, приписали люди. А ведь это люди, которые писали библию. Это дети вот этих вот Адама с Евой. Неужели вы этого не видите? Это насколько надо быть тупым и бессердечным, чтобы не видеть этого? Я вот все время удивляюсь. Я говорю, ты посмотри. Кто все это сотворил? Разве бог? Ну да, бог дал свободу человеку, и сам есть абсолютная свобода. И вся свобода бытия, она абсолютно свободна творить добро и зло. И царство небесное, это будет царство свободной любви. Где люди не из-под палки не творят зло. Не потому, что бог им поменял природу, и они бы всех разорвать готовы. Да не могут. По какой-либо причине. Либо у самих руки связаны, либо его убить просто невозможно, он теперь бессмертный. Нет, там можно будет убить, но там будут настоящие святые, которые никого никогда не убьют и не тронут, и не причинят боль. А вы будете в аду, где вас будут жарить, потому что вы будете так же дальше продолжать испытывать страдания. Как и радость тех, кто могут в раю. Они тоже могут испытывать страдания. И вы в аду можете испытывать в радость. Кто вам ее даст? Там будут такие же, как вы, конченые негодяи. И друг другу вы будете причинять только страдания, потому что вы живете этим. и тогда вы познаете, что такое ад. Адам с Евой из своей тупости и жестокосердия Бога называют дьяволом, обвиняют его во всех своих грехах и начинают учить этому свое потомство. Вот вам и все, весь ответ. И разве это тупость Адама с Евой, их не покаяние, их тупость воспитания своих детей, их не такие же тупые, неразумные уже дети? Разве может это служить для меня оправданием, чтобы я сегодня творил зло? Нет, конечно. Разве не желание Ноя? Все эти ролики, кто хочет более подробно прям по Библии пройтись, я все это показываю, когда внимательно читаешь. Бог не тупой, бессердечно идет, как его нарекли религиозники, православные, католики, протестанты. Бог никогда не будет воспитывать человека смертью и болячками за то, что он яблочко собрал в раю, якобы не послушав просто Бога. Это детский лепет людей вот такого вот возраста во Христе, если они вообще родились. И зачастую это люди нерожденные. Библия доступна всем, ее может читать кто угодно. Ее читает мусульманин, буддист, югист, язычник, кто угодно читает. Ленин, дьявол воплоти на земле, отлично знал Библию, ну и зубок практически. Сталин отучился в семинарии, закончил ее, или нет, он, по-моему, последний экзамен, он с диплом ушел. Ну, пять лет он отучился в семинарии православной, христианской, православной, христианской, в кавычки беру. Вырос отличный революционер, да, тысячами, подписывающий приказы для уничтожения тысяч людей, да, в одну секунду. Очень хорошее православное, христианское образование. Конечно, а что вы там профессора преподавали? Они все были фанатиками, патриотами и вот такими вот убийцами всего живого. Много они могли вложить в своих учеников, да ничего, они вложили к ним, в них. Про Ной узнайте. Разве Бог учит Ной приносить жертвы? Ной просто не смог от этого отлепиться, точно так же, как вы, когда слушаете меня. Вы вроде бы все, некоторые понимают, и как Сус говорил, если бы вы хотя бы не понимали, а когда вы говорите, что вы видите, то есть, ну да, ну больно, ну жалко, да, страдает животное. Ты же предаешь, ты же произносишь эти слова. Страдает. Что, ты настолько вообще тупой, что ты, когда свинью режешь, ты можешь сказать, что ей приятно? Нет. Когда она умирает, ты это можешь назвать жизнью? Нет, ты называешь это смертью. Да, их убивают. То есть, ты говоришь, что ты видишь и продолжаешь творить зло. Иисус сказал, да придет на вас вся кровь, пролитая от начала времен, и она придет. А что это такое? Иисус проклинал кого-то. Нет, вы просто пожнете то, что вы сеяли. Вы получите то, чего вы достойны. И вот ваше достоинство. Скотобойни, которые на сей земле существуют, это ваших рук дело. Это ваш рай. Это ваше небесное царство. Вы же поступаете с другими так, как вы хотели, чтобы поступали с вами. С вами так и поступит. С вами так и поступит. Разве не желание Ной и его семейства отказаться от греха, убийства беззащитных животных? Его Бог нигде не просил ничего ему приносить. Он не способен был отлепиться. Он не способен воспринять слова Божьи, а то Бог ему сказал, он все сделал. Нет, я вот вам говорю, и вы не хотите делать. Иисус говорил, каяться, никто не каялся. Иоанн Креститель орал, никто не каялся. Единицы, единицы. Псевдохристианство, которое, вы видите, существует вокруг нас, православные, католики, протестанты, это не христианство, и поэтому оно разрослось. Христианство никому не нужно было. Иисус говорил, вообще не уверуете, если не увидите знамени и чудес. Никому не нужна проповедь добра и любви. Единицы принимают это. Кто просил? Ной был не способен отлепиться от этого греха. Точно так же. Вы думаете, с ним Бог как-то по-другому разговаривал, как с вами, со мной или еще с кем-то? Абсолютно так же. Всю эту Библию по-детски написали шальским языком, якобы Бог там говорит Ной, якобы чуть ли там не как тиран ему приказывает. Но это же чепуха. Включите свои мозги взрослого человека. Бог один и тот же. Мы все одни и те же. Иной такой же, как вы. Он ничем от вас не отличался. И как вы сейчас из-за своего алчного, похотливого чрева и гортана бесия не можете от этого отлепиться. Не мог иной. Не мог. Праведник его называют люди, несмотря на то, что в уста Бога что только не влагают в бумажках. Этого не говорил Бог. Бог не идиот. Бог не садист. Вы, родив двух детей, никогда не скажете одному, режь другого. Вы когда еще завели в доме собачку, кошечку какую-то, вы никогда не позвольте своему ребенку ей по голове бить дубинкой. Бог не идиот. Это вы его таким сделали? Это вы. Каким вы видите Бога, запомните раз и навсегда. Бог открывается человеку таким, какой он есть. Когда вы читаете Библию, все после первой и второй главы, начиная с третьей главы, все, что вы видите, люди вложили в слова Бога, это сердца этих людей. Так они воспринимали Бога. Это не Бог такой, это люди такие, это ихнее сердце. Почему все это, почему все злом еще язычники приписывали Богам извращение все, жестокость, они сами это. Потому что если Бог такой, и я, я же образ и подобие Бога, то, что знают все люди на земле, неважно, читали они Библию когда или нет, и каким народом они не принадлежат. Мы знаем это, это вложено в нас внутрь, это наша природа. Бог всячески во всем. Мы знаем все, что мы образ и подобие Бога. Ну как же, Бог хороший, а я плохой. Все об этом знают, я об этом знаю, я жить не могу. Надо кого? Бога сделать дьяволом, и все будет хорошо. И все, а я еще лучше Бога окажусь. Это же Бог плохой. А я, смотри, какой хороший. Это вы, вы. Тем, какими вы свойствами наделяете Бога, это вы. Бог это все, если вы не наделили его абсолютным благом, любовью и светом, вы дьяволы. Вы демоны. Это в вас нечистые духи. Это в вас живет, сидит. Это природа зла. Это вы алчные. Это вы жадные. Это вы похотливые. Сластолюбивые. Для вас жизнь и вкус ваша, и вот жизнь животного, живого существа ничего не значит. Чаша весов у вас вот так чрево просто перевешивает. Все, что происходило с человечеством от начала времен, и все, как его описывали такие же злые, похотливые люди, это лишь бумажки. Это лишь писание человеческое, из которых дети Божьи, спокойно, правильно делают выводы. Вы, когда себя ставите на место Бога, поставьте себя. У вас есть имитация того, как вы можете быть Богом, отцом, матерью. Бог есть наш родитель. Он все для нас. Вы, когда в доме, в семье, я вам уже этот пример еще раз сказал, у вас детишки есть. Вы никогда не скажете одному дитю, или у вас трое детишек, вы никогда не скажете одному, который убил даже другого, третьему убей второго, только потому, что тот убил первым. Вы будете горевать, будете плакать, но вы никогда не скажете. То же самое произошло, мы сегодня с вами разбирали с Каином и Авелем. Вы никогда, заведя еще любимую собачку, кошечку, да, норочку какую-нибудь там, вы никогда не скажете детям, калашматью похлади, пойди зарежь что-то, жрать охоту. Вы никогда этого не скажете. Поэтому, вот, все, кто противится истине, которую я говорю, вы просто отупели, отупели, а вместо сердца у вас сегодня камень. Вот и все. Немного говорят про агрессивную проповедь, а я понял, что только она дает плоды, потому, что я говорю правду. Разве похоть Ноя может дать мне право? И те бумажки, которые написали люди, оправдывая Ноя, опять тыча на Бога и говорят, что это он дьявол, это ему все это нужно. Но и такой хороший, а Бог дьявол просит все эти жертвы. Он делает то, что делал Адам с Евой. Угождает своему чреву под видом того, что это нужно Богу. Жертвоприношение было придумано, чтобы оправдать чревоугодие. Все. Убийство животных, причем угождение чревоугодия за счет убийства живого, чувствующего существа, сотворенного Богом. Причем для меня, для разделения радости блага бытия, счастливой жизни. Какая же счастливая жизнь у свиньи, которая или у коровы, которая всю жизнь стоит в такой вот клетке. Она со мной радость блага бытия разделяет, то есть она сама счастлива, блага бытия, и еще со мной это разделяет. Она ненавидит вас. Разве законы кровожадного Моисея, не щадящего не только животных, но и людей, фанатично и безжалостно приносимых в жертву религиозному культу, дает нам право и дальше убивать животных и людей во имя Бога, тем самым вымазав Бога во всех кровавых грехах человечества? Я вот все время думаю, я вот то, что говорю, неужели человек не слышит? Каких там уже, когда до Моисея речь доходит, там уже о животных даже разговор вообще никакого действительно не может быть. Для этого человека люди ничего не значат, собственные люди, родня. Ничего. Сиди в субботу дома, собрал палочки, снеси ему башку. Люди ничего не значат. Это он придумал такого Бога. Да, Бог говорил с ним. Как он с ним говорил? Он пытался научить его любви. Моисей – это абсолютно кровожадный человек. Его жизнь началась совершеннолетняя с убийства человека, египтянина. Это он, это в его голове придуманная Яхва. Бог говорил с ним, Бог говорит с каждым человеком, даже с самым кочным негодяем. Да, говорит, пытается научить добру, но то, что человек дальше делает – это его. Это его. Бог стучится в каждое сердце. Но Бог не ломает природу человека, дав ему свободу. Потому что царство небесное, царство любви возможно только из свободных личностей. Бог ни над кем не господствует, потому что господство – это тирания. А Бог есть любовь. А тирания, любовь – вечно совместимы. Контроль вечный. Бог тогда будет самым несчастным сусистом за всеми гоняться и всех за ошейнички дергать. Царство счастья – это где люди просто счастливы. Чего мы на земле даже вкусить не можем. Мы живем под такими амбарными замками, с такими полицаевскими дубинками, потому что мы боимся сами друг друга. Представьте на секунду, хотя бы в своих фантазиях, мир, где вы знаете, что вам никто не может причинить зла. Мы представить не можем. Мы друг друга боимся. Почему? Потому что мы вот такие вот. Разве искаженное учение, жизнь и образ Иисуса Христа псевдохристианскими сектами – православием, католицизмом, протестантизмом – который сделали из Христа Бога, сущность которого – любовь, который сам есть, самая – это любовь, пришедшего во плоти, сделали убийцу и труп ожора, дает нам право следовать за ложью и творить зло, убивая животных и людей. Из Иисуса сделали религиозника, патриота, хотя у него даже в том Евангелии, который они сами до сих пор, хоть и извращенное, но проповедуют, Иисус никогда ничего подобного не делал. Нет. Все спокойно под флагами Христа еще с третьего века режут всех на свете во имя Иисуса Христа, во имя Бога, во имя Богоматери. Идет народ на народ, племя на племя, брат на брат идет еще со времен этой Византии третьего века. Хотя у Иисуса даже меча не было в руках. Петр за него заступает, за самого Иисуса Христа, Бога, пришедшего во плоти. Тут уж вообще без вариантов. Он абсолютно прав. Он не за какого-то там иллюзорного Бога, якобы который «С нами Бог». Хотя и у фашистов на каждой бляхе каждого салтата было написано «С нами Бог». И при этом воевали против богоборческой и богоненавистной коммунистической партии Советского Союза. Но почему-то проиграли. Петр, Петр, куда еще выше, заступается за самого Бога. Вот он перед ним, его хватает, что еще непонятнее. Начинает драться, пытается снести голову, не получается, рубит ухо. Что делает Иисус? Говорит, вложи свой меч обратно туда, откуда ты его достал. И исцеляет этого своего противника, человек, который пришел его бить, убивать и арестовывать прежде всего. И исцеляет и прилепляет ему обратно, и моет ухо. И все равно религиозники, даже при существующих, еще не всех искаженных вещах, а некогда случившихся событиях 2000 лет тому назад, спокойно под эгидой своим адептам вешают лапшу в голову, что все, наши предки убивали за Родину. Давайте. Москва идет на Самару, Самара идет на Ростов, бьются друг друга, одни под стягами Богоматери, другие под стягами, да, нерукотворного лика Иисуса Христа и режут друг друга, и режут друг друга. Наши предки, наши предки, идиоты конченые. Я ненавижу весь этот патриотизм. Эту блевотину вкладывают людям постоянно. Сколько людей гибнет, сколько ребят гибнет из-за этого. Они себя христианами называют. У меня боль в сердце из-за такой чепухи. За христиан. Из Христа сделали убийцу трупожора. Бог приходит в оплоте и режет свое собственное творение. Чего не делал в раю. Бог есть любовь. Это делают люди. Не Он это делает. Ну и то, что я сейчас подвелся. Разве грешная жизнь большинства вот этих всех адептов? Возьмите всех православных, католиков, протестантов. Две тысячи лет мы с вами уже прожили от Рождества Христова. Разве жизнь всех этих людей, да хоть их тысячи, хоть миллионы, мне говорят, все неправы были? Да, все неправы были. Все, кто творит зло, он неправ. Хоть их тысячи будет, хоть миллионы, хоть миллиарды. И всех прочих религий на протяжении тысяч лет дает нам право тоже грешить? Убивая животных и тем самым себя, оправдая, отправлять в ад к своим предкам? Нет, конечно. Какая разница, сколько этим бедным женщин там, в каких религиях, в каких странах, делали это ужаснейшее обрезание? Разве нормально человек сегодня, осознав правду и истину, должен это продолжать делать? Не должен ли он, наоборот, встать на сторону света, обличать это беззаконие и защищать жизнь и радость женщины то же самое? Разве не это он должен делать? Да, именно это. И не важно, сколько этих тупых, да, мусульман, которые это делают. Их миллиард. Ну и что, что они это делают? Они безумцы. Они безумцы. Не важно, сколько псевдо-христиан целыми днями это делают, рубят, убивают, спонсируют все эти скотобойни и все эти армии и так далее. Не важно, они все в грехе. Вы слышите истину, вам не дает никакое право, более того, для нормального человека, познавшего истину, верующего в Бога и алчущего и жаждущего евангельской истинной правды, казалось бы, самым нормальным и единственным верным путем это избрать истину. Вот ты ее слышишь, да, я понимаю, плачет плохо, веселится хорошо. За что я режу свинью? Она что мне сделала? Все, похоть. Вот весы. Похоть моя и жизнь живого существа. Все, там без вариантов, там перевешивает так, потому что чрево столько уже весит, что там вариантов нет. А жизнь, пш, пушинка, ничто. Пусть летит себе к Богу. Я взял отсюда картинку из Ненивити, мне хочется вам сказать. Вы, религиозники, убийцы-труппажеры, неужели стали хуже Ненивитин, которые не могли отличить левой руки от правой? Черного от белого, тьмы от света, зла от добра. Но те покаялись от проповеди Иониной. Вы же не хотите каяться от слов моих человека, это я про себя, говорящего вам истину, призывающего к добру и любви ко всему живому. Я думаю, вы понимаете, конечно же, такими словами говорил Иисус Христос, я ничего здесь нового, можно сказать, списал с Евангелия, но, правда, несмотря в него. Иисус говорил то же самое своим современникам, которые его гнали, поносили, убивали. Он им привел ту же самую аналогию. Вы знаете, сколько действительно люди слышат о веганстве от веганских проповедников, допустим, и каются. Как вы думаете, где эти люди будут? В аду жарятся. Ну, псевдо-христиане, религиозники так и проповедуют. Но только в аду окажутся они. Потому что на первой ступеньке в небесное царство будут стоять все живые существа, беззащитные, беспомощные, которые вы губили. Какая там последняя ступенька для вас, любовь к врагам, она недостижима для вас. Вы убиваете тех, кто любит вас. Даже грешники любят любящих. Вы же не взошли на эту ступеньку. Вы хуже грешников, любящих, 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 любящих. Вы ведь даже до этой ступеньки еще вам даже тянуться, наверное, очень далеко надо, чтобы до нее дотянуться. Лежа в этой блевотине своего греха. Животные любят человека. Ничего плохого они ему не сделали. Вы же выращиваете, выращиваете Богом данным вот этим законом жизни. Вы выращиваете самых беззащитных, продолжаете. Хотя, кстати, в дикой природе они хоть какие-то имели. У кабана там вот такие клыки. Вы вырастили, адаптировали, изменили природу. Якобы одомашнили этих животных. Там свиньи лишили последних средств защиты. У кабаняра, у дикого, вот, наверное, я не знаю, сколько у него там толщиной шкура, да. И говорят, череп там непробиваемый, что его еще целая проблема подстрелить, если он у тебя бежит, причем лоб в лоб. И вот такие вот клыкяры, и затоптать он тебя может. Вы вот этих животных, так скажем, обезоружили, обрубили все, что вам может нанести вред. И теперь спокойно режете им глотки. Вы дьяволы, самые настоящие, вы дети тьмы. Вы никакого отношения к Богу, к истине, к Иисусу Христу не имеете. Если вы слышите меня и не каетесь слов от моих, ни одно из добрых дел, какой бы вы там ни делали, любили еще там любящих своих детей, это и грешники делают. И Гиммлер, да, правая рука Гитлера, они тоже любили, у него тоже пять детей было. У вас хватит ума назвать его, что он будет с вами в небесном царстве, что он делал с остальными людьми? Гинсберг, Гунсберг или как их там все, что они вытворяли? А вы? Вы думаете, что вы там любите своих детишек, гладите по головке? Это делают все. Это и хищники делают, так называемые в природе. Это не делает вас достойным, детем Божьим, небесного царства. Вы будете там, где вы все вот это творите. Бог, проверка, животное, самое безобидное. Кроликов убиваете, норок там ради этой шубки. Да вы посмотрите на них, это же нежнейшие существа. И уберешь, он весь трясется, прижимается к тебе, глазами такими смотрит. Да что у вас есть? Ваши дела это зеркало вашей души. Нет там ничего, там гниль одна. И блевотина. И это все вывалится из вас, когда придет время каждого. Так как тема называется, ролик я затянул, да, на час, часа на полтора будет. Тема называется, так как это наши культуры и традиции, пророки. Ну, вы видите, иллюстрация последнего суда. Я пишу, каждый ответит за свои дела. Я, так как все-таки, кто нерелигиозный человек, кому интересно, можете не слушать. А может быть вам это будет тоже интересно. Ну, а для религиозников я, конечно же, о том, что каждый будет отвечать за свои поступки. Об этом Иисус говорил постоянно. О чем говорят все пророки и праведники этого мира. Ну, я хотел бы для людей, все-таки, относящихся как-то там к христианству, к Библии, зачитать 18 главу. Просто, может быть, вы никогда не читали, потому что Ветхий Завет знает мало кто. Я его просто, в принципе, прочитаю и просто дам конечное свое слово. И было ко мне слово Господне. Это глава 18 книги пророка Иезекииль. Зачем вы употребляете в земле израильской эту пословицу, говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? Ну, эта пословица означает «дети в ответе за грехи отцов». То есть, отцы грешат, кайфуют, то есть, виноград сладкий, а оскомина, когда они обжираются, на зубах у детей. Да, то есть, как бы, что дети в ответе за грехи отцов. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не будет впредь говорить пословицу этого Израиля, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет, если кто праведен и творит суд и правду. На горах жертвенного не ест и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих жены ближнего, своего не скверняет и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит, хлеб свой дает голодному и на голову покрывает одеждой, в рост не отдает и лихвы не берет от неправды, удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим, по закону, поступай с другим так, как хочешь поступать с другим, я тут уже добавлю, евангельский и всемирный, вселенский закон жизни, соблюдает постановление мое искренне, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Еще хочу, чтобы меня услышали протестанты, не по вере праведен, а за то, что все это делает праведное, доброе. Это краткий список, чтобы его объять, поступай с другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой, и не поступай с другим, как не хочешь, чтобы поступали с тобой. Мы не хотим, чтобы наших жен насиловали, убивали, бесчестили или совращали, мы не хотим, чтобы нас судили неправильно, все здесь это перечислено. Но если у него родился сын, разбойник, проливающий кровь и делает, что не проливающий кровь, здесь хоть и написано, животных, истинный Бог, именно тот, который проповедует, который сотворил мир от начала, чтобы никакая кровь на земле не лилась. И делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал совсем, и на горах, ну тут уже идет переселение опять, мы будем это пропускать, да, берет лихвы, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Сын вот этого праведника, грешный сын этого праведника, я буду пропускать, потому что Библия все время написана этим двоичным-троичным повтором, опять все перечисляется по кругу, что он там лихвы не берет, я упускаю для скорости чтения. Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем, каждый отвечает за свою жизнь. Но если у кого родится сын, который видит все грехи отца своего, наоборот, тут теперь переворачивается, да, отец грешный, хотя тут, слава богу, все это перечислять не стали, уже просто берется другая интерпретация, наоборот, отец грешник, то есть он берет лихву, неправильно судит, прелюбодействует, да, убивает, но у него рождается сын, так где тут, какие он делает, и видит, и не делает сын подобного своему отца. Вот мы с вами все видим, начиная с прародителя Адама с Евы, они убивали, так и что, я видя, это же грех. Вы, религиозники, в первой книге бытия, книге Библии в первой главе, второй и третьей, описана эта история, и написано, что Бог их обличает, что это грех, это убийство. Она сделала убийство, Ева, она сорвала плод. Так, что я смотрю, они сделали, я как сын от них родившийся, мои родители, неважно, тысячи всяких там псевдо-христиан, миллионы это делали. Так, я смотрю, написано, но если у кого родился сын, так я у них у всех родился, во Христе может родился от какого-то проповедника, хорошо, не веган-христианина, но услышал о Христе и принял, да. Видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобную, на горах жертвенно так идет это перечисление, пропускаем, исполняет мои заповеди и поступает по заповеди моей, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив. А отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата, недоброе дело среди народа своего, вот он умрет за беззаконие свои. Что еще надо добавить сюда? Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что он, потому что сын поступает законно и праведно, и все уставы мои соблюдают и исполняют их, он будет жив. Душа согрешающего, она умрет, сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. И беззаконник, но, конечно же, Бог есть абсолютная любовь. И все мои дети, и как я вам приводил пример земной жизни, мы созданы по образу и подобию, сами создаем семьи. На самом деле, какие бы ужасными наши не были дети или родители, мы хотим им покаяния, и примем их, но при одном очень важном условии, при покаянии, при изменении своей жизни. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие дел, и будет соблюдать все уставы мои, поступать законно и правильно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие дел он, не припомнится ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог? Нет. Не того ли, чтобы он обратился, покаялся от грешных путей своих, и был жив, и праведник, если, но праведник, и, но не важно, как тут читать, если отступит от правды своей, будет поступать неправедно, будет делать все эти мерзости, какие делал беззаконник, будет ли он жив. Все добрые дела его, какие он делал, не припомнится за беззаконие свое, как он делал, и за грехи свои, в каких грешен он умрет. Но вы говорите, не прав путь Господа. Послушайте, дом Израилев, мой ли путь не прав, не ваши ли пути не правы? Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какой дел, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою, ибо он увидел, а вы все слышите меня, и обратился от всех преступлений своих, какие дел, он будет жив, не умрет. А дом Израилев говорит, не прав путь Господа, мои ли пути не правы, дом Израилев, не ваши ли пути не правы, посему я буду судить вас дом израилев каждого протестанты услышите меня православные католики не спасетесь вы под полотенчиком крокодильями с лесами слезами под полотенчиком у батюшки продолжая совершать свои беззаконие из неделю в неделю не спасетесь вы в кибиточках ваших кардиналов пускай те же самые крокодили слезы не спасетесь вы спасением по вере в иисуса христа и якобы его искупительную жертву вы каждый будете судиться по своим делам суд начнется с дома божьего и это не премия грэмми когда там будет всех только на награждать все каждый будет отвечать за все свои дела добрые то или злые так и писал апостол павел который слова которые вы не хотите принять покайтесь я к вам всем обращаюсь не просто читаю и обратитесь от всех преступлений ваших чтобы нечести не было вам преткновением отвергните от себя все все грехи ваши которыми вы невеста христова это человек это церковь его много людей которые не имеют на себе греха или порока вы убивали животных сегодня откажитесь от этого и сотворите себе новое сердце услышите меня пожалуйста и новый дух дух христов дух божий дух любви ко всему жему живому ко всему ко всему божьему творению которому он дал чувствующее тело и душу переживать боль и страдание боль и радость и страдание радость боль и наслаждение это вам избирать что вы будете причинять живым существам боль или страдание радость или горе жизнь или смерть и зачем вам умирать католики православные протестанты вы же знаете все это дом израилев ибо я не хочу смерти умирающего говорит господь бог но обратитесь и живите я думаю что на этой замечательной ноте мы с вами закончим ну закончу я слова меда я вот так вставил вы видите соответствующую картинку откажитесь от этого греха я вас всех просто прошу я готов умолять вас как это делал иисус христос перестаньте убивать перестаньте творить беззаконие самыми беззащитными живыми существами на земле вы проявляете себя в этом мире свою сущность как самую поганную от вас я еще не требую заступаться за них проповедовать на каждом углу благовествовать это сами хотя бы перестаньте сначала надо уклониться от зла потом поймете как сотворить благо выньте сначала бревно это из своего глаза и узнаете как достать соломинку из глаза ближнего твоего как потому что сотворив на себе вы сделаете уже 90 процентов дела поэтому и называется грех в своем глазу бревном а грех в глазе брата соломинкой потому что сначала должен сделать самому а самому нам никогда не хочется меняться я вам зачитаю концовку Эда этого оправдания если вы ответили нет на все эти вопросы вы помните перечень Эд который говорил про убийство животных собачек в Ухане в провинции Ухань дельфинов в этой бойне японской в Гаване в Загоне я вам задавал вопросы разве может явиться оправданием преступление Адама с Евой их нежелание каяться и дальше все по всей истории человечества вплоть до того что мои папа, мама в моей секте адепты этого не делают разве это может явиться оправданием и если вы ответили нет на эти вопросы то вы не вправе больше с сегодняшнего дня услышав эти слова от меня оправдывать выращивание вот именно выращивание понимаете я говорю мы даже вот этих так называемых диких животных которых Бог такими создал мы даже их совсем обезоружили это надо быть насколько трусом и слабаком чтобы убить вот существо которое оно тебе ничего не грозит ни жизни ни смерти оно к тебе ластится они животные настолько наивные Бог их создал что они даже к своему убийце вот этому они еще если не знают что он его сейчас они конечно чувствуют я видел как это делают собственными глазами но оно до последнего верит и к этим даже своим так называемым фермерам относятся с любовью уж когда они там топор видят хотя они его никогда в жизни не видели они бежать начинают видимо на энергетике может быть там они это видят может быть другой мир видят там на этом полене всю эту смерть и кровь и вонищу да вот но до этого дворета они же ластятся и человек дошел до такого безумия что он сам выращивает это знаете я же записал ролик может кто помнит кто нет посмотрите на канале тоже в этом плейлисте все есть убивать так называемых заметьте их называют домашними животными всю эту домашнюю скотину убивать их это все равно что убивать грудных младенцев и беззащитных уже стариков обездвиженных вот с чем вот кто вы есть кто меня слушает если вы сегодня все это делаете это вы вам кажется что они не люди вы убиваете живое существо не хотящие умирать чувствующую боль вы подобны где-то убийцам и убийцам стариков поэтому если вы ответили нет вы не можете больше оправдывать выращивание убийства животных под предлогом того что всегда было это неотъемлемой частью культуры моей сектой моими предками моей национальной там национальностью народу принадлежащую как угодно государство этнос там что только не возьми или даже я уже столько лет это делал сегодня покайся впереди из смерти в жизнь аргумент мы делаем это на протяжении многих веков или я многих лет не делает такое действие морально оправданным или оправданным как религиозных людей вооружить пред Богом пред истинный да перед судом великим на котором Бог будет нелицеприятен ну Бог никого судить не может просто откроет не будет откроется каждого его сущность вот моя сущность свет я творю добро я не причиняю никому зла не только людям вот так вот вот такой вот ролик выжился я по полной да если вы меня не слышите я просто удивляюсь я удивляюсь мне столько говна пишут в комментариях и я вот смотрю и честно в душе плачу я думаю что человеку еще сказать ну что ну там камень просто действительно очень хорошее выражение она отражает действительно сумочность безумные и слепые окаменелые сердца Иисус говорил я говорю его же словами ну может быть другими синонимичными выражаюсь да тупые безумные тупые идиоты да окаменелые жестокосердные как и говорил Иисус ничего не слышат слезы не важно крики не важно вырывается не важно жизнь не важно главное мое чрево у меня больше ничего и мое горло да в котором бес и ничего меня больше не интересует не важно а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok